Ведущие российские специалисты в области трансплантации органов прибыли в Крым. Их цель – поделиться опытом с коллегами и правильно организовать оказание соответствующей помощи жителям полуострова. Раньше в республике таких операций не проводили. Теперь перед крымскими медиками открываются новые возможности и перспективы. О видах трансплантации в своем докладе крымским врачам рассказывает главный специалист Минздрава России, академик Сергей Готье. По его словам, в республике есть все для того, чтобы в перспективе организовать собственную программу трансплантации, в первую очередь почки. Основной целью является правильная организация оказания трансплантологической помощи в том объеме, в котором Российская Федерация может для населения Крыма. Нам сейчас надо сначала определить вообще потребность. Скорее всего, мы сегодня это все сделаем. И прежде всего, объяснить механизмы, которыми нужно пользоваться для того, чтобы пациент, нуждающийся в трансплантации почки, например, получил эту помощь. Как раз в пересадке почек пациенты сейчас нуждаются больше всего, говорят медики. Каждый день в очередь на Диале становится все больше крымчан. Теперь же, заручившись поддержкой российских коллег, спасти удастся сотни жизней, уверены врачи-трансплантологи. Ждем от сотрудничества, конечно же, первое увеличение числа пересадок нашим пациентам, которые Крым будет направлять в различные медицинские учреждения Российской Федерации. Также планируется, конечно, обучение специалистов наших на базе Федерального государственного бюджетного учреждения имени Шумакова, главного института. То есть, будем направлять пациента по различным специальностям, то есть, касаемо трансплантации сердца, печени, почки, поджелудочной железы. Напомним, прежде в Крыму никогда не проводилась трансплантация органов. Пациенты направлялись в больницу Украины. Елена Бережная, Андрей Трещук. Время новостей.